КВН Школа номер 97. Егор Хаританович. Егор, приветствую в нашей студии. Привет, Дима. Ну что, давай быстренько, кратенько пробежим о том, как у нас дела с КВН в нашем большом регионе, в Алтайском крае, как он поживает КВН. Так, ну, сейчас была не так давно проведена игра в Агу, был в качестве зрителя в зале, очень понравилась, лига Агу процветает, набирает свои обороты. Также в Барнаульской лиге начинаются полуфинальные этапы игр, поэтому тоже приходите, это будет, ну, я не знаю, когда выйдет эфир. Совсем скоро. Да, но совсем скоро будет. Вот, ну и детский КВН, наверное, самая главная новость. В сентябре моя команда полетела на международный фестиваль, где я достойно выступила, ну, я думаю, мы сейчас подробнее об этом с тобой тоже поговорим. Да, доберемся уже до этого выступления. Давай о команде, да, познакомим наши телезрители с командой, сборная имени Трудовика. Что это за команда, какой у нее состав и почему именно такое название? Ну, наверное, начнутся названия, очень интересная такая собирательная история у нас получилась. Мы очень долго думали, что мы умеем, где у нас есть достижения с ребятами и выяснили, что лучше всех мы учимся по технологии. Ну, почему-то мы тогда решили вот назваться сборной имени Трудовика, как-то нести такую идею, что сейчас ручной труд почему-то находится в такой некой опасности, если можно так сказать, да. И вот мы пропагандируем ручной труд, ну, все через шутки, естественно, вот, в составе 5 человек, команде на данном этапе 2 года уже, вот, и, да, как-то, как-то вот так. Какие результаты за эти 2 года, что успели уже добиться, какие места завоевать? Ну, успели сыграть 2 сезона в юниор-лиге КВН Алтайского края. Первый сезон мы дошли до полуфиналов, в полуфинале выбыли, к сожалению, а вот второй сезон мы уступили 0,2 балла лидерам, но это нам не помешало отправиться на главную игру, на главный фестиваль в КВН. Поэтому все равно, ну, такие успехи у нас. Причем, еще мы выступали в городе Рубцовск, тоже приглашали нас на игру, где мы заняли второе место. Тоже, я считаю, достойный результат. Ну, давай немножко затронем так прошлый сезон, кухню, да, КВН, так поговорим о ней. Давай, финальная игра, допустим, да, как команда живет там за 2-3 недели до этого финала, то есть в каком, грубо говоря, режиме, как пишется материал и как вы все работаете? Ну, во-первых, главное в детской команде, я считаю, наладить дисциплину в первую очередь, обязательно, потому что, ну, действительно, много вещей приходится делать. Это и поиск реквизита, и музыка, и, естественно, написание шуток без них-то куда-никуда. И, соответственно, ну, за 3 недели, да, начинается подготовка такая плотная достаточно. Вот, поэтому, ну, у детей, получается, нет выходных вот такой вот, у них руководители. Ну, правильно же, да, говорю, что, ну, грубо говоря, выступление на сцене 10 минут, но за этим стоит месяц подготовки? Да, безусловно, причем 10 минут это даже много, потому что 10 минут держать в, так сказать, в напряжении зрителя, в хорошем понимании этого слова, в напряжении зрителя, то есть 10 минут заинтересовать на сцене чем-то, это колоссальный труд. То есть, поэтому, да, 4-5 минут визитка, ну, если игра идет в несколько конкурсов, то, естественно, там, еще минуты 3, допустим, какая-нибудь сказка в детском КВН показывается. Вот, поэтому... Как пишется материал, то есть, какие схемы, фишки, лайфхаки, то есть, как вот это все происходит? Ну, садится команда, самый действенный метод написания, это мозговой штурм, садится команда в круг, берет листочки и начинает писать шутки. То есть, штурм может быть тематическим, то есть, мы задаем какую-то тему специальную, и вся команда, все участники пишут в эту тему. Либо, может быть, свободный штурм на свободную тему, тогда каждый участник пишет какие-то свои идеи на листке, вот, и передает соседу слева. И вот пока этот листок не возвращается к своему владельцу, штурм не оканчивается, а вот затем начинается прочтение шуток, и их оценка, естественно. То есть, стоит это показывать, не стоит это показывать, понесем мы это на редактуру, или нам покажут пальцем, скажут, вы что делаете, так нельзя. Вот, поэтому, ну вот, именно так происходит. Можно ли научиться писать шутки, если человек, ну, только-только начинает и хочет играть в КВН? Да, безусловно, можно, конечно, это дело практики. В себе чувство юмора воспитывать можно. Опять же, я всегда по себе говорю, никогда не думал, что я буду шутить когда-то, в принципе, я очень серьезный человек, на самом деле, ну, в обычной жизни, но, тем не менее, да, вот уже 13 лет я нахожусь в КВН, из них 7 лет это детский КВН, то есть детские команды продвигают в Алтайском крае. Поэтому можно, обучить можно человека шутить, воспитать чувство юмора можно. Отлично, надо запомнить. Двигаемся дальше. Финал юниорки, да, ну, прошедшего уже сезона, который ваша команда выиграла. Как состоялся финал, какие были ощущения внутри, все ли складывалось так, как вы вместе с командой хотели? Ну, ощущения были такие смутные, скажем, потому что очень долго пытаешься осмыслить, что я еду в Анапу. Ну, для тех, кто не знает, я уже был на этом фестивале, но 5 лет назад, то есть на 8-м фестивале я сейчас проходил 13-й фестиваль. И спустя 5 лет, то есть история повторилась, ощущение, конечно, я, наверное, только через неделю осознал, что надо готовиться к Анапе, что это все серьезно, что нужно показать достойный уровень, что надо заняться формой для команды. То есть мы купили форму новую, надо заняться материалом, естественно, который мы будем показывать, надо заняться логистикой, надо заняться проживанием, питанием и так далее. То есть очень много вопросов стало перед нами, но все успешно были решены. Ну, то есть заканчивая тему финала юниорки, финал прошел уверенно и, в принципе, без сучка и задоринки. Именно финал юниорки? Именно финал юниорки, ну, всегда, как бы, мы хоть и дружим с командами за кулисами, но это же конкуренты наши, правильно? То есть я, конечно, боялся, что в очередной раз моя команда займет, ну, второе, третье место где-то, или там, третье, четвертое, так вот так. Но получилось, как получилось, да, заняли первое место. Ну, и сам фестиваль 13-й в Анапе, что это вообще такая за тусовка, да, то есть люди, которые, ну, просто знают, что есть КВН, да, есть вот такие вот фестивали. Расскажи, что это за фестиваль, кто туда приезжает и как там все проходит? Ну, давайте немного о цифрах, да, о статистике. Было почти 300 заявок на этот фестиваль, я все отслеживал, мне это очень интересно. Я люблю статистику, как науку. Из них 176 добрались до фестиваля, до самого, то есть он проходил в городе Анапе. Очень тяжелый путь туда, конечно, для всех команд абсолютно, кроме местных, да. Сразу превью, 300 заявок, 176 поехали, там был какой-то отбор, или почему не добрались? Нет, по иным обстоятельствам, то есть финансирование, возможно, что-то там руководитель не смог, да, там вовремя какие-то документы подать и так далее, и так далее. То есть нет, никакого отбора нет, каждая команда приезжает и показывает 4 минуты выступления. Вот, то есть у вас есть 4 минуты, чтобы как-то удивить редакторов, которые отбирают команды во всероссийскую юниор-лигу и, соответственно, в сам детский КВН, шоу детский КВН на телеканал. Поэтому мы приехали, показали свое выступление, было около 2000 детей, причем около, это я имею в виду в большую сторону, то есть 2000, так скажем, плюс, да, 2000 плюс. Атмосфера невероятная, конечно, столько энергетики, ну, 2000 детей, представляете? В одном помещении, почти. Почти в одном помещении, да, на одной территории, то есть детского оздоровительного санатория, вот. Это, конечно, невероятно. Вы прилетели, я не знаю, там, заселились, с чего все началось, там, редактура, либо редактура, потом еще дописывали материал, опять редактура, или сразу надо на сцену? Ну, сам фестиваль проходит в несколько этапов, то есть это первый тур, второй тур, затем гала-концерт, те, кто прошли в гала-концерт, в этом году еще провели кубок дебютантов, то есть это, ну, так скажем, новшество, для данного фестиваля до этого не проводилась такая игра, вот, то есть после второго тура были отобраны команды в кубок дебютантов и в гала-концерт. Перед первым туром редактур никаких нет, то есть каждый вправе показать то, что он хочет, и никому ничего не показывает, я имею в виду, да, из редакторов, ну, естественно, здесь включается что? Саморедактура у нас, да, то есть за это нас наругают, мы это показывать не будем, а вот за это нас похвалят и посмеются, это мы покажем. То есть по такому принципу собирается материал на 4 минуты, показывается на сцене, ну, а редактора уже принимают решение, куда вас определять, то есть во второй тур, в кубок дебютантов, в гала-концерт, ну, или приглашают вас любезно на следующий год попробовать опять свои силы, да, ну... Куда нашу, вашу команду в итоге определили, да? Ну, я вам так скажу, нас пригласили на следующий год, получается, принять участие. Достойно. Да, достойно, я считаю, то есть все равно, в любом случае, почему с первого раза сейчас очень сложно попасть, допустим, во ту же Всероссийскую юниор-лигу, потому что редактора видят всего лишь 4 минуты выступления, но они могут не понимать, а что за этими 4 минутами стоит, может быть, больше материала у команды нет. Ну да, ну да. Да, а туда берут вот все-таки во Всероссийскую лигу, так скажем, более матерых ребят, да, с багажом, где они понимают, что да, если мы вот здесь вам вырежем какой-то блок, вы смело его закроете вот этим блоком, да, то есть этими шутками, поэтому, ну, как говорится, надо примелькаться маленько, надо примелькаться, себя показать с лучшей стороны, и тогда, конечно, все будет. Ну, а с другой стороны, хоть и пригласили, да, на следующий год как-то сказал, но это опыт для ребят. Безусловно. Безумно. Там же еще получилось посмотреть выступления других команд. Да, получилось посмотреть и первый тур, и второй тур, и гала-концерт, и Кубок дебютантов. Также был проведен финал Всероссийской юниор-лиги, он тоже проходил в Анапе. Приезжали команды с высшей лиги, в количестве трех или четырех даже команд, я не помню, но три точно, я помню. Значит, что еще? Помимо вот всяких смотров проводились мастер-классы. Это сценическое движение, это актерское мастерство, это речь, это хореография. Скажу прямо, мы везде поучаствовали во всех мастер-классах, я свою команду как бы старался вовлечь во все максимально. То есть вот этого фестиваля мы старались прям брать, брать и брать, еще раз брать. Супер, отлично. Ну и немножко отойдем от темы детского КВНа, да, а вообще про КВН, не могу тебя не спросить. Ну, наверное, такой грустный немножко вопрос, да, 8 сентября Александр Васильевич Масляков ушел из жизни. Очень давно ты в КВНе, и как КВНское сообщество к этому отнеслось, что вообще говорили, и как лично ты это воспринял? Ой, я вообще даже не знаю, стоит ли сейчас поднимать эту тему. Ну, кратенько, наверное, я думаю, каждый КВНщик со мной согласится. Первый момент, каждый взрослый адекватный человек понимает, что мы не вечные на этой земле, то есть и этот день когда-то бы настал. Но лично для себя, я думаю, многие испытали то же самое, наступила такая пустота, вот честно, вот просто пусто, пусто и все, и ты даже не знаешь, как к этому относиться. Понятно, что все эмоции, они со временем подутихнут, надо двигаться дальше, и хочется сказать большое спасибо Александру Васильевичу. Это человек-легенда. Он воспитал сотни тысяч людей и дал им мечту. Сейчас, наверное, каждый второй уже на телеке и с достойной профессией. Да, то есть как минимум... Как минимум ты. В КВНе до сих пор. Сейчас, да, то есть, ну, на самом деле, на вопрос, кто такой КВНщик, да кто угодно. Я учитель, КВНщик. Кто-то ведущий и КВНщик, правильно, Дима? Кто-то, может быть, сейчас врачом, но был когда-то КВНщиком по студенчеству. То есть КВНщик – это кто угодно из людей, именно в плане профессии. И последнее. Планы у вашей команды на ближайшие месяцы? Какие игры впереди и к чему готовитесь? Планы обозначены. То есть, что впереди у нас? Это, во-первых, фестиваль юниор-лиги КВН Тайского края. Уже сегодня я зарегистрировал команду. В команде у нас идут большие изменения. Мы хотим набрать много молодых ребят, поменять немного формат. Так что приходите на нас смотреть. Мы постараемся вас всех удивлять. Ну и в планах, конечно, второй раз полететь в Анапу дважды подряд. Ну и тогда договоримся, что в следующий раз, когда здесь в студии встретимся, уже будем говорить о том, что вашу команду пригласили во второй тур. И дай бог, голый концерт. Так и будет. Отлично. На этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Любите жизнь и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»